Азумиллахи и шейтану рожиим, бисмиллахи и рахмани и рахим, альхамдулллахи, раббиллахи, алямин, вассаляту вассаляму, алямухаммадин, аля алейхим, вассахбихи, альмайин, намабад. Продолжаем говорить о сире пророка Мухаммада, саллиллаху алейху ассалям, вернее, фикху сира, понимании сиры. И после первого урока вступлений о важности понимания сиры пророка Мухаммада, саллиллаху ассалям, сегодня продолжим, и будет у нас очень хорошая тема, важная. Хотелось бы сделать вступление, где Всевышний Аллах в Куране говорит. Значит, смысл аята, где Всевышний Аллах говорит, Вадхуру, помните, ниамат Аллахи алейкум, та милость, которую Всевышний Аллах вам даровал. Когда вы были враги между собой, и после этого, по милости Всевышнего Аллаха, Аллах ваши сердца присоединил. То есть вы стали братьями, в тот момент, когда вы до этого были врагами, что вот-вот попадете в огонь, то есть умрете на куфре, и Всевышний Аллах спас вас от этого положения. Значит, мы здесь видим, что Всевышний Аллах хочет указать на то, что прежде люди были врагами, потом Всевышний Аллах проявил милость к народу, и они объединились между собой, стали братьями. То есть здесь в Таалиф произошло объединение сердца мусульман по милости Всевышнего Аллаха. И здесь эта тема, или это вступление связано с сегодняшней нашей темой. А это то, что, чтобы в действительности объединить сердца мусульман, непосредственно создавать причины необходимо. То есть нужно создавать причины. Нужно брать что-то, которое поможет нам объединить нас. И, как сегодня, мы видим, есть некоторые направления. Есть некоторые направления, которые, одно из направлений, которые говорят, только нужно воевать. Второе направление, которое говорят, противоположно, только нужно терпеть. И между ними, мы видим, сильно идет и борьба. Друг друга обвиняют в чем-то. Конечный итог, два направления. У них одна цель. Чтобы не было разногласий. И чтобы, как бы, объединиться. У обеих направлений. Также, у них, конечно же, они желают, чтобы не было между всеми мусульманами гнев. И была только одна любовь. И чтобы он не был один. Отошел от всех. А чтобы все были, как одно джамаат. И когда ты видишь, одни выступают. Как бы, к этому клонят. И другие выступают, к этому клонят. Это бывает очевидно. Однако, у обеих сторон мы видим одна цель. Одно желание. Чтобы не было этого разногласия. Чтобы была между ними любовь. И здесь, конечно, видя проблемы в том или ином положении или местности, надо стараться максимально выходить с этого положения. То есть, это трудно, это тяжело, когда мы видим такое положение в варе. И здесь очень важно искать выход с положения. То есть, понимать обстановку, которая слаживается. И потом находить, конечно же, выход с положения. Это очень важно. И я считаю, конечно, эти две крайности. Эти две большие крайности. Одна в одну сторону, крайность. Другая в другую сторону, крайность. Обе стороны после этого еще обвиняют. И Аллаху Алим, конечно, здесь нужно, как бы, учитывать пользу и вред, конечно, как я изначально всегда говорил. И из примера могу сказать, если или той и той стороне сказать, если мы сделаем программу, или если мы сделаем такой шаг, который в течение 10 лет нас приведет к тому, что мы достигнем того, что мы желаем. За 10 лет. Путем даавата. Конечно, слово даават это такое, просто, как бы, скажем, один из видов средств ислама. То есть, изначально, если мы посмотрим шариат, пришел с чем, он с двумя путями проходит. Распространение ислама два пути. Нету третьего. Либо джихад, либо даават. Это была практика сахабов и посланий к Аллаху Алимсу всегда. Но, однако, мы должны понимать фикх. И мы из-за этого сиру проходим, чтобы понимать сиру проку Мухаммада, сиру Аллаху Алимсу, и понимать эти два средства. И здесь, если мы посмотрим, скажем, здраво, можно взять метод, да, за 10 лет мы достигнем того, что хотим достигнуть. Но не будет пролита кровь. Все останутся на том, что есть. То есть, напротив, мы сможем, как бы, изменить положение, воспитать мусульман, воспитать наших родственников. Есть другое направление. Например, направление, за 10 лет мы будем воевать, все разрушим, ну, возьмем того, что мы хотим. Но все будет разрушено. Мы смотрим два направления. Есть, например, направление здравое, как бы, скажем так, даават. Есть направление военное. Если мы скажем, за 10 лет и то, и то можно осуществить того, что мы хотим. Но, однако, в второй картинке вопроса военного мы видим, то, что все будет, например, как тяжело, разрушено и будет немало испытано. А первое, все останется на своих местах. Но, однако, в тот же самый момент, мусульмане могут развиваться. Мусульмане могут воспитывать самих себя. И человеку, две картинки поставив перед ним, задать вопрос, какую ты из средств возьмешь. Ведь мы знаем, и военное средство, и дааватное средство это было, практиковалось во время посланника Аллаха. И сегодня, если мы эти две картинки поставим просто, какую ты из этих картинок возьмешь? Любой логический человек, кто действительно разумно судит, он, конечно, скажет, лучше даават. Лучше давать Потому что никто не пострадает Меньше проблем И в конечном итоге Нету расколов Нету фитны между мусульман Это логично будет Конечно другой вопрос Сможешь ли ты так сделать Это другой будет вопрос Просто самая главная суть Согласен ли ты То что на самом деле Так можно Или так правильно Из-за этого если мы Хотим понимать Дозволено ли это или нет Мы должны на самом деле возвращаться Как понимал посланник Аллаху Сыру И понимать фикху Сира Как делалось посланником Аллаха Саллиллаху Салям Из-за этого не смысл Как я всегда говорю Не смысл завоевать или установить Слово Аллаха А смысл завоевать, установить И чтобы его максимально удержать То есть неправильно Давайте вот достигнем Своей цели Один день Но в настоящее Не будет ее Тоже неправильно Когда человек строит что-то Он не хочет построить Чтобы завтра ее опять Разрушили Человек должен мыслить так Чтобы он смог построить так Чтобы она продлиться И создать причины Это самый главный аспект Создавание причины И картинный конечно Сегодняшний урок Как во многих странах Нам показывают То что люди на самом деле Не могут Или спешат Что потом Оставляют главных врагов И начинают самих себя уничтожать Почему? Потому что люди на самом деле Может не взяли причины Мы не знаем Мы не находимся там Не нам туда влазить Однако мы видим То что выступает И то что заявляет Судя по внешней Когда человек говорит Мы смотрим и оцениваем И очевидно видим Причины мало были взяты Люди неготовые Как эта картинка бывает? Когда человеку говоришь Воспитательный процесс Брат Воспитай себя Свою семью Окружающих воспитай Он говорит Нету время Какое там воспитать? Хорошо Он вышел Точно так же Как он был невоспитанный До выхода Говорил надо выйти После того Когда вышел Такой же невоспитанный И от него происходит Это фитна Все расколы От этих людей происходят Хоть когда ты вышел Хотя бы изменись Нет он не изменяется Он такой же Остается фитнач Ну так грубо говоря Один хороший Да согласны Второй хороший Согласны Но третий Четвертый Не может быть такой И поэтому здесь Важный аспект Важную роль играет А это непосредственно Заниматься самим собой Заниматься окружающими Если человек скажет Но Всевышний Аллах Ведь уже приказал То есть То есть получается вопрос Никуда не отходим То есть раз Всевышний Аллах Последнее приказал Воевать неверующими То есть это постоянно Неподвижно Все время Для каждого Так получится Так Куда делим Слава шеха Истамин Таймир Который говорит Он говорит Если мусульманин Находится время Со слабости То есть в то время Когда он слабый Или на той земле Которую он находится В этой земле Как слабый То пускай он берет Аяты Те контексты Которые Всевышний Аллах Говорит Терпите Потом говорит И дальше говорит Однако если он говорит Ва амма ахл-кува Однако те люди Которые есть мощь Возможности То они берут Те аяты Там где Всевышний Аллах Обязует Непосредственно Выходить То есть это фик Это шеха Не говорит Как бы Только какой-то Картинке местности Он это ставит Как правило Это правило Которое Нельзя сказать Что только сюда Это относится Потому что он Четко поставил правило Если человек Находится в земле Он слабый Он поставил Или причина слабостью И поставил Причина силы Он связал эти вещи С силой и слабостью То есть шеха Просто так Это не ставит И так же Другие раляма Всегда связь делают С этим вопросом Не буду как бы затягивать Смысл один Смысл один То что Здесь важно Важную роль играет Когда мы читаем фикх Фикху сира Прок Мухаммад С.А. Понимать Именно как посланник Аллаха С.А. Действовал В каких-то периодах Он действовал так В других периодах Он действовал иначе Это не просто так Вот взял Всевышний Аллах Так сделал Вот просто Пускай оно так и будет Нет Однако там Ульяма вытаскивает Понимание С этой сиры Прок Мухаммада С.А. Поэтому Мы здесь видим Крайность тех Которые говорят Только одну сторону И так же Крайность Другую сторону Которые ругают Друг друга Обзывают Потом друг друга На самом деле Мы должны Видеть Там где есть Истина Взять эту истину Там где есть Ошибка Оценить эту ошибку Извести ее Со стороны шариата На каком уровне Эта ошибка Но не заявлять Однозначно Если ошибка Произошла Не делают Разницы Между Малой ошибкой И Большой ошибкой Конечно Сегодня я должен Согласиться Что Если мы скажем Надо делать Дарват То проблема Возникает Как делать Дарват Как и точно так же Те которые Говорят Только нужно воевать Проблема возникает Тоже Как надо воевать Эти две стороны Или две крайности Мы видим Не могут найти Ответы На множество вопросов А именно вопрос Как Не вопрос Если мы согласимся Хорошо Вопрос Как И находим Очень много Проблем Когда этот вопрос Поднимаем Почему Потому что Люди Не являются Ахлян То есть Не уровня Такого Чтоб отвечать На эти вопросы Нет уровня Ответить на вопросы И поэтому Когда нет уровня Отвечать на вопросы Мы видим Как в мире Сегодня происходит Какие фитны Между братьями Те которые Идут на какое-то Определенное Или какое-то Определенное Работу на себя берут Или позицию И видим Очевидные фитны Один брат говорит Братья Мы должны объединиться Зачем Вы делаете куфр А другой Вы слушает А брат Ты че Как мы же С такими кафирами Как ты объединяться То есть Вообще Ненависть друг к другу Невозможная Из-за одного вопроса Из-за одного Вопроса Непонимание Одного вопроса Или Непонимание Одного действия Мусульманина Происходит Ненависть До невозможности То есть Полный Такфир Могут выписать Или еще что-то Они не смогли Взвесить Со старые шариата Это так Или нет Может смогли Но последовали Своим страстям Но мы видим Сегодня То что видим Выступление Тех Которые делают И оттуда Отталкиваемся И говорим Поэтому Здесь важно Очень важно Знать Марахиль Те этапы Посланника Аллаха Которые были Мекки Те этапы Которые Посланник Аллаха Были Медины Просто так Всевышний Аллах Это сделал Или там была Мудрость Пытаться Эту мудрость Найти Пытаться Связать С словами Ученых Потому что Ученые Тоже это писали И это Звешивали Ставили Правила Не все Это просто Так Было Учеными Сказано Однако Это все Было уже Сказано И мы должны Просто В действительности Попытаться Звесить Действительно Попытаться Подойти Ближе К сегодняшнему Дню И отсюда Хотелось бы Также сказать То что Каждые Обе эти стороны Когда мы Сегодня видим Обе эти стороны Когда начинают Выступать Делают Такие Вступления Или говорят На самом деле Такие слова Я считаю Не из Как бы Лучших Слов А это Например Когда человек Говорит Сегодня Появились Группы Сегодня Появились Течения Сегодня Заявляют Люди Ну и Ты думаешь Сейчас Наверное Человек Хорошее Опровержение Сделает Научное Опровержение Сделает Действительности Хороший Выход С положения Покажет Однако То же самое Ну и Тоже самый Момент Слушащий Который Слушает Он думает Вот На самом деле Группа Такая Появилась А толком И не Пояснили Что за Эта Группа А толком Конкретно Ничего не было Пояснено Однако Заявление Громкое А вот Я Единственный На истине А вот Там Группы Появились Поэтому Я считаю Когда человек Такие Заявления Или Слова Говорит Пускай Лучше Эти фразы Не были бы А были бы Фразы Более Мягче Человек Когда говорил Я вижу Я вижу Что лучше Так Моя позиция Так Лучше К себе Причислять Но не Говорить Что В исламе Я вот Чистый Все вокруг Какие-то Появились Группы А вот Остерегается От них На самом деле Если так Говоришь Громко Нужно Пояснять Тоже Громко На таком же Уровне Это Несправедливо Громко Так Заявлять Но Разговаривать Потом Со стороны Шариата Как Первый Класс Из-за Этого Это Я думаю Тоже Как Не более Чем Насыха И здесь Подхожу Еще Ближе К теме Познавая На самом Деле Местность Познавая Народ Познавая Языки Адаты Людей Мы Можем Ближе Или Можем Лучше Оценивать Положение Местности То есть Как я всегда Говорил Приводил Пример На сегодняшний День Когда люди Разговаривают Или будь это Вопрос Даавата Или будь это Вопрос Военного Они говорят За Кавказ Как в общем Кавказ Как будто бы Это Кавказ Одна личность Одного характера Один адат Одни интересы Нет Кавказ Это Очень Разные земли Там Ты зайди В одну республику Другую республику Как будто ты заехал В другую страну Вообще Другой язык Другой народ Другие подходы Там требуются То же самое Например Дагестан Это как Большая страна Зайди В одно село Там Кафиры последние Зайди В другое село Там Альхамдулля Прямо рядом село Находятся Одни кафиры Одни мусульмане То есть Ты видишь С одной места На другое место Все будет меняться Даже больше Ты когда находишься В одном городе Один район Отличается От другого района Ты видишь В том районе Который религиозный Там будет мечеть И там Религиозная мечеть Другой район Там Если Не такой уж Религиозный Там будет Не будет мечеть Или если будет мечеть То чья это мечеть То есть Даже в самом городе Будет меняться От местности К местности И оттуда Будет подход 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 К вещам Будет меняться Будь Какого бы направления Мы не разговаривали Он будет меняться Всегда Ты не можешь Разговаривать Давайте В той или иной Местности Или в каждую Местность Заходить так Как ты хочешь Ты должен Звешивать Ты должен Смотреть Что за это народ Что это село Какое они Религии Как они относятся К тем Как они относятся К другим А потом уже Разговаривать И как пример Приведу Вот человек Берет Пишет Брат Например У нас В селе Там Такого-то Течения Или такой-то Человек Можно ли Там Не делать намаз Нельзя Нельзя на такие вопросы Однозначно Сразу на такой Сухой вопрос Ответить Откуда я знаю Что за это село Кто там Вообще Насколько много Мусульман там Насколько Мусульмане Сильны По отношению К другим Или они Очень слабы Насколько Можно Отдать оценку Невозможно Так просто Написать Сухо И ответить Поэтому Мы должны Понимать Это Это положение Местности Другой пример Простой Тоже Она Тоже Развязана Как с вопросом Сфатфа Когда Например Человек Пишет Брат Моя жена Косынку не одевает Хиджаб не одевает Хочу развестись Можно развестись Вопрос задастся Когда хиджаб Зашел вопрос Можно ли развестись Но никогда Человек Не напишет Вопрос другой Брат Моя жена Сплетница Могу я развестись Или нет Ну а что нет что ли Да посмотреть Большинство Что женщины делают Сплетничают А почему там Вопрос не задается Можно ли развестись Вот хиджаб Вот все Однозначно Разводись Там А такой ответ Нет А вот сплетни Мужи не интересуют Как их жены Сплетничают Как фитны делают Или своруют Что нибудь Нет Не интересно Вот она должна Просто Вот Как бы Чтобы она Когда вышла Братья сказали Машаллау У тебя жена Этот Оцениваем В хиджабе Так что ли Получается Только внешность Вот мы должны смотреть Когда у ляма Говорят Вопросов Талака Развода Когда разводиться Нужно Они не только Ставят вопрос Хиджаба Они вопрос По другому Ставят Они ставят Правила Под которые Мы уже Подгоняем Уже Остальные Примеры А если Один из правил Это когда Жена прекращает Делать Обязанности И туда Входит И сплетни Тоже Туда Входит И фитнес Которые Жены Наши Делают И туда Входит И хиджабы Тоже Нет У нас Один Пример Только Интереснее Вот только Там Иди Разводись А другом Неинтересно И когда Человек Задает вопрос Моя жена Не одевает Хиджаб Можно Развеситься Как я могу На такой вопрос Отвечать Я во первых Должен знать Почему Она не одевает Хиджаб Есть человек Говорит Я не одену Потому что Не одену И все А есть человек Говорит Я одену Просто Там такое Такое Обстоятельство И мы должны Звесить Это обстоятельство Должен услышать Что там Как можно На сухо На такой вопрос Ответить После Этой Фатвы Потом что Семьи Разрушаются Мы должны Знать Изначально Что за эта семья Почему Она это не делает В каком Местности Вы находитесь Это все Мы должны Звесить Однако У нас Нету Такого Понимания Как Действительности Смотреть На Ахваль На обстоятельства То или иной Местности Личности И народа Безразличен Наш народ Кто они Что они Как они Безразличен Так не бывает Братья Все Должны Звешивать И Справедливо Подходить Потому что Если ты Дашь ответ Ты будешь Потом отвечать За этот ответ Отвечать Либо в этой Дуни Перед людьми Которыми ты дал Ответ Либо перед Всевышним Аллахом И здесь Перед тем Как зайти Опять же В тему Как я и начинал Мы Мы Когда будем Сиру читать Мы будем Видеть это То что Посланник Аллах Как делал Как он Севел Как Посланник Аллах Подходил В один день И как Подходил Посланник Аллах В другой день И Должен Усекать Должен Замечать То что Посланник Аллах Это не было Просто так Это не было Просто так И поэтому Не должны быть Две крайности Особенно Те которые Только воевать Сегодня А кто не воюет А не фасекой Такое Не должно быть То есть По другому Скажу Просто Логический вопрос Задам Такой логичный Вопрос По такому Мнению Если Один человек Один человек В местности Появился Мусульманин Один человек Во всем государстве Появился Он должен взять Оружие И идти воевать Что ли Человек Должен сказать Да Он должен Это сделать По такому Правилу Сегодняшнему Логично Это не будет Логичным На самом деле Если Один человек Он же слаб Пускай Призывает Людям Пускай Изменит Положение А если Два человека Тоже Не с вопрос Сколько человек А вопрос Что он может Что мусульмане Могут Что в их руках Поэтому Не должна быть Крайность Одна вот так Или Одна вот так А действительно Должно быть Понимание Что более Подходящее К местности Может перевод Надо Полностью Так идти Или перевод Надо По другому Идти И точно так же Еще Самый Из вопросов Если человеку Скажет Все должны Воевать Мы человеку Скажем Хорошо Вот человек Трус Слабый Если он Выйдет Выйдет От него Фитна будет Он скажет Нет Пускай не выходит То тогда Ты сам Себе противоречишь Своему же правилу Только что Ты говорил Все должны Выходить А теперь Когда мы тебе Говорим Вот такой человек Есть Ты говоришь Нельзя выходить Почему Когда ваджим Обязанность Она не бывает От человека Не обязанность Или к человеку Обязанность Или еще что-то Он значит Всем ваджим Поэтому Когда ты Ставишь правило Ты должен понимать Что от этого Правила Будет идти Последствия За которых Ты должен отвечать Из-за этого Здесь важность Понимать Что Не нужно ругать Друг друга Братьям И та С той стороны Не надо ругаться И той стороне Не надо ругаться А нужно здраво Пытаться Найти Выход с положения Тот Который будет Аслях Более полезен К местности И не говорит Конкретно Что полезно Или нет Не сейчас Это мне обсуждать Я просто хочу Указать на Общий смысл Мы должны Постараться Совместно Понимать Что более Лучшее Подходящее Для нас Чтобы мы Выходили Из тяжелых Положений И сироп Посланник Аллахаса На это указывает И ученые Всегда И это мы Сейчас О чем сегодня Будем говорить Они всегда Это делают И если мы Посмотрим И сегодняшний Наш вопрос Будет Таковым Стоять Почему Посланник Аллахаса Почему Послание Пророческое Последняя Миссия Пророческая Была В Саудовской Аравии Почему Она не была В Европе Почему Она не была В Америке В Австралии Почему Она не была В Азии Почему Она была Только В Саудовской Аравии Вот о чем Сегодня мы Будем говорить И это Сступлением Связано А это Понимать в действительности положения обстоятельства людей. И мы видим, что Всевышний Аллах просто так. Он не просто так не послал пророка только в Саудовской Аравии. То есть, было пророчество в Саудовской Аравии. Почему это так? Есть ли там какая-то мудрость? И у улема упоминает все улема, обычно заходят в этот раздел, указывают на это. Кто конкретно затрягивает эту тему, а кто косвенно указывает на этот смысл? Почему было пророчество Мухаммаду Саиллаху Алейхи Вассалам именно в Мекке в этой местности? И когда мы будем сейчас указывать на принципы или на те основы, которые у улема упомянули, почему было там пророчество, то мы будем пытаться понять смысл. Будем пытаться получить какую-то пользу. И будем пытаться сегодня это практиковать. И теперь, перед тем, как начать говорить, почему все же пророчество было в Саудовской Аравии, то хотелось бы начать затронуть, что происходило в мире. на самом деле во всем мире Европе, в Азии, в Африке как бы были две известные империи Персы, правиления и Византийцы. То есть в то время они правили практически всем миром. И как религиозность не было такое, а это поклонение Всевышнему Аллаху. Нет. В то время полностью была забыта религия Ибрахима алейхиссалям. То есть люди поклонялись солнцу, люди поклонялись звездам, люди поклонялись животным, как Индии, например, было очень много религий, как накрыв поклонялись даже мышкам такого уровня. То есть на таком уровне мир был в тот момент, когда было прочство. Что касается воспитательного, то, как у Раляма упоминают, то, что в Европе, в частности, как говорят, в Испании, то, что люди в год раз могли купаться. То есть у них убеждение было таково, такое убеждение, то, что если человек оставляет на своем теле эту грязь, пот, все, его тело как бы становится более как бы лучше со стороны медицины. Это ссоха здоровья, как бы. Чем грязнее тело, они считали, тем человек будет здоровее. Они могли одеть вещи, вещи, и их не снимать до тех пор, пока она не порвется. То есть на таком уровне в то время как бы люди жили. Пока не пришло, конечно, посланник Аллаха саллиллаху алейхи и мы знаем, сколько раз человек купается, неделю один раз как минимум, и бывает, есть еще обстоятельства каждый день. То есть это прошла религия чистой. То есть в то время мы видим, то что очень сильно была как бы мучта мая, общество, не было у них никаких ценностей. Даже как у Алямао упоминают, то что мужики проигрывали своих жен в карте. то есть женщины, и что у них не стоили. Не было никакой религии, никакой ценности. И как сами же кафиры пишут, когда пишут о пророке Мухаммаде саллиллаху алейхи как многие упомянули, они были, они с этой стороны были удивлены. То есть весь мир в тот момент, когда посланник Аллаху приходит, был настолько грязный, что приходит человек должен не только очистить духовно, внешне, какую-то местность. Нет. Настолько, чтобы заложить, что после него столько веков люди распространяли эту религию. Не просто какая-то идея пришла временная, пока этот человек живой, он умрет, эта идея забудется. Нет. Акцент они делали всегда, то что после смерти посланника Аллаха эта религия распространялась еще больше и больше. То есть надо в такой местности заложить так, или что это было, как бы кафиры здесь как бы удивляются. Такими это нам подходят они. Что это такое было? И поэтому они говорят, это не могло быть просто человеческим разумом. Там что-то подкреплялось как бы всевышним. конечно же хоть так они этого не говорят. Значит это было в общем как бы странно в каком положении находились. Это вкратце не заходя глубоко потому что наш самый главный смысл а это зайти в Аравийский полуостров сегодняшний Саудская Аравия и также Аман Йемен и другие маленькие страны которые находятся в Аравийском полуострове который является самым большим в мире. Что касается религиозности в тот период то как мы сказали как во всем мире точно так же и там было язычество. То есть они поклонялись идолам поклонялись солнцем звездам. Также улема говорят то что язычество Аравийский полуостров или сегодняшняя Саудская Аравия зашло через личность как Амрубнулюхай Хузаи то есть эта личность занесла в эту местность подобное подобный вид ширка. Как передается от некоторых историков то что они сказали то что когда Амрубнулюхай вышел в Шам он увидел что там поклонялись идолам ему это как-то интересно стало он начал расспрашивать ему объяснили и подарили ему тоже одного идола и он привел привез этого идола в Каабу и таким это нам как ученые говорят один из как бы один из причин как ученые упомянули а это Амрубнулюхай вот таким это нам привел привез в Каабу идола также еще ученые упоминают то что до этого также было один из мужчин сделал прелюбодеяние его звали Исаф он сделал прелюбодеяние с Наиля в Каабе внутри Каабы сделал прелюбодеяние и Всевышний Аллах наказал этих фасиков за их действия превратив их в камни то есть они стали камнями после этого Амрубнулюхай Всевышний Аллах как наказание их сделал однако он их поставил как статуэтки около Каабы и люди после когда Таваф делали обход Каабы они обтирали эти камни то есть Всевышний Аллах на самом деле наказал их однако люди их взяли как божество другая причина ученые уляма упоминают то что язычество оно зашло в Саулуцко Ауралью путем то что когда люди приходили в Каабу делали обряды хаджа когда они делали эти обряды они смекки забирали камни то есть они как бы считали то что эти камни непростые камни и забирали с собой домой и потом переходили границы настолько в конечном итоге то что они начинали у себя дома вокруг этих камней Таваф делать то есть они говорили эти камни с Мекки что мы будем идти в Мекку вот можем вокруг этого камня делать Таваф то есть мы видим один из каких причин улема упомянули как зашло язычество в Саулуцко Аравию сегодняшней также улема говорят то что в то время они настолько поклонялись этим идолам то что инурас делали этих идолов из сладостей и когда были нет нет голодные сами же ели эту сладость например идолы делали из фиников но когда человек настолько доходил степень его то что он становился голодным он съедал своего аузвеля по его мышлению Господа также как некоторые от некоторых передается то что один когда себе взял божество и идола он себе взял и к нему лиса подошла и как бы наделал на этого идола и тот который это увидел взял выбросил этого идола и говорит как я могу поклоняться тому идолу который сам себя не может спасти от животного то есть представьте животное подходит и справляет свою нужду на его идола здесь хотелось бы братья вспомнить то что лично у меня было когда я человеку домой зашел и увидел у человека тоже какой-то из деревяшки сделанный человек какой-то у него на полке я спросил что это ну это женщина была она говорит это как бы я поклоняюсь этому этой деревяшке то есть человечку этому я говорю почему зачем вы это делаете ну а что делать то есть он как бы взял себе божество ну просто а что еще делать для интереса взял себе божество вот это как бы смысл понял и здесь я хотелось бы конечно сказать то что в такой картине эта картинка сегодня распространенная братья здесь нужно подметить то что вопрос задается изначально вот это божество которое ты себе взял кто его создал то есть разве может быть разве это из полноценности божества когда божество кто-то создает то есть ты сам его сделал и сам его так почитаешь так что ли получается то есть ты это твое божество нуждается в твоем помощи чтоб маленький ребенок не взял и не выкинул мусорку или еще куда-то и самый главный аспект когда человек такое делает и потом говорит а что еще делать здесь вопрос надо вопрос задать ты кем изначально себя считаешь ты себя считаешь мусульманином или кем это первый вопрос а второй вопрос кем тебя ислам изначально считает религия ислам тебя считает ли как мусульманина или нет вот какой вопрос будет задаваться не то что ты скажешь да я мусульманин ну просто взял. Ладно, хорошо, ты считаешь, что считаешь. Однако, давай посмотрим, что Ислам говорит за это. Это первый аспект. А второй момент, если человек скажет, я не согласен, я все равно мусульманин, то я так скажу. На самом деле, когда человек не согласен, он должен возвращаться, или какой бы вопрос ни был, он возвращаться должен к тем, которые разбирают этот вопрос. То есть, знающим людям. Точно так же, как ты человек рабочий, и ты профессионал своей работы, и когда человек со стороны приходит, который не знает твою работу, и начинает вмешиваться, влазить в твою работу, оценивать ее, ты начинаешь говорить, остановись, стой, я сам лучше знаю свою работу, чем ты. То есть, ты не позволяешь, чтобы кто-то влазил в твою работу, когда в тот момент ты профессионал. Точно так же здесь. Если ты не знаешь свою религию, не надо умничать. Вернись к тому, который тебе объяснит, в каком-то положении ты находишься. Из-за этого эти люди просто изначально неправильно подходят к вопросам. Как бы мы ни называли их, как бы им обидно не было, мы должны возвращаться, как понимает ислам, подобные действия. И мушрики, те, которые поклонялись идолам в то время, они веровали, что Всевышний Аллах создает. У них был иман, что Всевышний Аллах создает их и создал землю и небеса. Как это Всевышний Аллах сам, в Коране говорит, если ты их спросишь, кто их создал, они скажут, Аллах нас создал. Однако в другом аяте они говорят, как Всевышний Аллах сообщил, то, что они говорят, мы эти божества взяли всего лишь как посредников. посредником между человеком и Всевышним Аллахом. Также религия у них в то время из убеждений мушриков они считали, то есть поклонялись джиннам. То есть они поклонялись джиннам. Как пришло в аяте То есть эти мушрики сделали, то есть к Всевышнему Аллаху этих джиннов приписали как будто как бы родственные связи. И Всевышний Аллах говорит, и эти джинны, они знают, что они будут у огня. То есть их конечное место будет это огонь. Также в то время люди не веровали то, что Всевышний Аллах будет судный день. Они умрут, Всевышний Аллах опять их оживит. Как Всевышний Аллах описывает, Кафиры говорят, это наша жизнь, мы живем в ней, умираем, и не будет другой жизни. Также Всевышний Аллах говорит о них, Каля ман юхи л-изама ва хи рамим. Кафиры говорят, кто оживит человека, когда он уже превратился в пыль? И Всевышний Аллах говорит, скажи, что он их оживит точно так же, как он их оживил в первый раз. В первый раз человек был ничто. Ничто. Он не был. То тем более, если он уже был и в пыль превратился, еще легче, если будем логикой думать. То есть, Всевышний Аллах просто обычной логикой опроверг этих мушников. Поэтому сегодня, если человек говорит, я считаю, Всевышний Аллах не воскрешит людей, то этот человек не может являться мусульманином. Это является обязанностью каждого мусульманина. И он не может себя считать, хоть как бы он себя не называл, то мы опять же, как сказали, мы должны возвращаться, как ислам его называет. То есть, как религия этого человека называет, а не как ты хочешь себя назвать. Также из религии в Саудовской Аравии было в то время, а это и были из религии евреи, и также были христиане. Они были в малом количестве, но все же они были. Евреи были в Медине, также в Хайбаре были, в Ямоне были, как и христиане в разных местностях были. Теперь перейдем на то, что были ли личности еще с того времени, были ли личности еще в то время, то есть до послания к Аллаху Саудовскому, до того, как он пришел, те, которые остались на религии Ибрагима, на единобожье. То есть, ученые упоминают, их очень мало было, которые были на единобожье. До того, как послание к Аллаху Саудовскому родился, или когда уже родился, до того, как было ему обязано, или пришло пророчество, до этого времени мало людей было, которые оставались на религии Ибрагима, и у улема их упоминают из имен. Это Кузбну Саида Аль-Ияди, это один из тех, который был на религии Ибрагима, и он, как пришло, то, что он говорил, что придет пророк, он веровал Всевышнего Аллаха, и то, что скоро придет пророк и поклонялся только единому Всевышнему Аллаху. Также у улема упоминает, а это Амрубну Нуфайль, точно так же он являлся Ибну Ам Аль-Фарук, как двоюродный брат Амрубну Хаттаба. Он тоже, как улема, как пришло в хадисе, он даже не ел ту мертвичину, которую закололи не Всевышним Аллахом. То есть ту мертвичину, которая была заколота ради какого-то божества не Всевышним Аллахом, то он ее не ел. И он считал, что придет пророчество. И как пришло в хадисе, то, что он, до того, как посланник Аллаху, чтобы там было им приказано, чтобы пришло пророчество, он с ним сидел, им принесли мясо, которое было заколото не Всевышним Аллахом, он отказался есть. Точно так же, как посланник Аллаха, ссалил во всем, отказался это мясо есть. И он, у него были убеждения, что придет пророчество, и он как бы что, тоже ждал. И приходится то, что он один раз вышел в путь, Амрубну Нуфайль, вышел в Шам. Вышел в Шам и встретил одного еврея, и как бы искал истину он. Но ему не понравился этот еврей, и знающих евреев, он ему не понравился. Так же он потом встретил христианина, тоже расспрашивал религию, и тоже он ему не понравился. Однако он одно узнал, то, что и тот еврей, и тот христианин говорили об одном, а это о чистой религии Ибрагима. Они говорили об одном, о чистой религии Ибрагима. И он после этого, когда не последовал ни за тем, ни за тем, он сказал, ой, Всевышний Аллах, я на религии Ибрахима. То есть он принял то на том, что был Ибрахим, алейхи салям. Как пришло в другом хадисе, то что Асма приводит, я видел, как Амрубнуфаиль сидел у Каабы и говорил, мужикам, курайшитам, говорю, никто из вас не находится на религии Ибрахима, кроме меня. И когда он видел, что кто-то из мушников хотел убить своего ребенка из-за бедности, в то время мы к этому придем, из-за бедности они убивали детей своих, он говорил, оставь их, я сам их буду кормить. То есть у него была религия, у него была религия. Приводит также то, что Варака ибну Науфаль, тоже был из тех, которые, как бы ученые говорят, то что он уверовал, то что он уверовал послание, послание к Аллаху саляму алейхи салям. Также из тех, которые были на Ибрахиме, а это Умай ибну Аби Сальд. Но этот, как ученые сказали, не уверовал послание к Аллаху. Он читал книги, Таврат, Инджиэль, он их читал. И он знал, что придет пророк. И он начал, как бы, поклоняться, уединяться и думал, что если он будет уединяться, то этим самым придет ему пророчество. Однако, когда он услышал, что появился пророк, а он заявлял, что это он будет пророком людям. А когда он услышал, что появился пророк, Мухаммад саляму алейхи саляму, ему сказали, ты что не последуешь, ты же сам это говорил. И он не последовал за ним. От зависти. То есть, как это я говорил, что я пророк, а теперь что не я пророк, и не последовал за ним. То есть, улема упоминают те, которые остались на религии Ибрагим, алейхи салям. Теперь давайте посмотрим на социальное положение, какое действительно положение было в Саудовской Аравии в то время. В то время, действительно, люди сильно себя причисляли, гордились своими родственниками. Как это у нас сегодня известно, говорят, ты знаешь, кто мой отец, да, мягко скажем. То есть, так начинают говорить. То есть, ты знаешь, кто я такой. То есть, в то время это было сильно известно. Кто бы ты ни был, у Всевышнего Аллаха все одни. Кто бы ты ни был. Поэтому, в эту сторону, как и Всевышний Аллах описал, и описывает таких людей, то, что на самом деле эти люди ничто не могут. Эти люди не владеют ничем. Если Всевышний Аллах послает эту болезнь, все, кто вокруг, кто бы они ни были, они ничем не могут этому человеку помочь. Что касается никаха в то время, а это женитьбы, мы знаем, что в то время был удивительный вид женитьбы. Один из видов женитьбы это было шигар. Это когда человек говорит, то есть, один брат подходит другому брату и говорит, я выдам свою дочку за тебя, а ты свою дочку за меня без махра. То есть, это один из видов джагилийского никаха. Когда менялись так своими дочерьмя, и махр не давали. Другой вид, как Айша, известный хадис, рассказывает, какой вид никаха был. Я думаю, это будет повторение. Айша рассказывает, что никах во время джагилии, до того, как посланник Аллаха с Алисом не пришел, никах в это время был таковым. Первый вид никаха, а это как сегодня известный человек приходит к отцу, просит разрешения, ставит никах, забирает, как полагается. Это один из видов никаха. Второй вид никаха, а это человек, когда женился, он к ней не приближается к своей супруге, а берет свою супругу, отправляет к знатному человеку и говорит, до тех пор, пока ты не забеременеешь, от него не приходи. То есть, что они от этого хотели? Они хотели, чтобы этот ребенок, чтобы ребенок был от знатного человека. Второй, третий вид никаха, а это 10 человек, 10 человек сближается с женщиной. И потом, когда она уже родит, она их всех собирает и говорит, помните, было то, что было, теперь ты такой-то будешь отцом этого ребенка. И четвертый вид, это самый сегодняшний распространенный, как бы, те, которые торгуют своим телом, мягко говоря, это вид был четвертый. Когда женщина могла повесить какой-то знак на своей двери, и каждый заходил к ней, и после того, как она родит, приводили человека. Этот человек определял, кто из этих мужчин является отцом этого ребенка. То есть, братья, это было действительно время джагилии, пока не пришел чистый ислам. И на сегодняшний день, на сегодняшний день, если посмотришь, подобные картинки ты слышишь и видишь. Сколько это можно слышать, сколько это можно видеть, даже может еще хуже. Даже может быть еще хуже. Отсюда мы видим, когда мы видим зло, мы понимаем добро. И на том уроке, я привел пример, когда мать просыпается и видит, что ее сын или ее дочка стали мусульманами, то, конечно же, если она видела бы, на чем были до этого, то, я думаю, она по-другому мыслила бы. Здесь следующий из видов обрядов, или того, что они придерживались, эти мушники, кафиры, в джагилии, а это убивали своих детей. То есть дочерей. Закапывали дочерей. Это был обряд такой. И почему причина была, или почему так было распространено, ну как у аляма говорят, это не сильно было распространено. Некоторые так делали. То есть среди каких-то народов. Причина, почему это произошло, некоторые у аляма упомянули. Одна из причин, почему они своих детей, дочерей закапывали, заживо, то, что одно из племен, то есть произошла фитна между племенами. И одно племя победило над другим. И взяла в плен их жен, дочерей. И женились на них. Но потом, в последующем, эти племена, как бы ссорщи произошло между ними, помирились. И потом предложили вернуться этим женщинам к первым своим супругам или к основной своему племени. И они отказались. Они отказались. И это племя разгневалось. Они разозрились, что их жены так поступили с ними. И после этого начали такой обряд, что какая бы женщина не родилась, как бы проявляли гнев к своим женам, как они поступили, какая бы женщина не родилась, она как бы плохая, мы должны ее закопать. И что касается Ромара, как известно, история то, что Ромар закопал свою дочь. Ей было, если не ошибаюсь, три года или больше, по-моему. Как приводится, то, что когда он ее закапывал, она играла с его бородой и говорила у отец на твоей бороде пыль, то есть он яму скопал, положил ее и как бы она, играя с ним, не понимая, что он с ней делает, убирает пыль с бороды своего отца, а он как бы ее закапывает. На самом деле у Алима упоминает, что эта история слабая. Потому что известно, Ромара есть дочка, он ее не закопал. И что сам, как и снад, он слабый является, как у Алима говорят. То есть сам хадис, он является слабым за Омара. И как бы там ни было, если даже это была бы правда, это было в Джагибии, но не в исламе. Всевышний Аллах говорит «Ваидабущара ахаду гумбиль унса ва ля ваджу гумсфадда ва гуа кавын». Если Всевышний Аллах описывает эту картинку этих людей, если кого-то из отцов обрадовали бы дочерью, у него родилась дочка, у него чернело лицо. Аллах говорит «чернеет лицо у него». И свой гнев он в себе держит за то, что дочь родилась у него. И после этого Всевышний Аллах говорит «Я таваро минальтау минсу и ма бушироби». И он как бы скрывается от всего народа из-за той неприятной новости, которую ему сообщили, а это его дочь родилась. Оставить ли его и находиться в унижении, то есть если женщина, девочка остается, он ее воспитывает, он будет унижен или он ее закопает. И как некоторые упоминают, то что они прям роды принимали около ямы, и как только она выходила, это была девочка, бросали ее и закапывали. Это была Джагирия, то время до ислама, пока не пришел ислам. Также у Аллаху упоминают, то что в те времена харб, война могла из-за пустяков. То есть один обогнал другого из-за этого война. То есть у них были соревнования, тоже как и сегодня. Если один другого обгонит, или еще кто-то победит, тот посчитает, тот неправ, и из-за этого долгие войны происходили. Дальше идем. Теперь, что касается нравственное положение мусульман, нравственное положение мусульман было таковым, братья. У них было правило «помоги своему близкому, будь он справедлив или несправедлив». В прямом смысле этого понимания. То есть, как сегодня мы видим. Вот есть человек-друг, или есть у него брат, или родственник. Он несправедлив, но он все равно поддержит и будет переходить границы, и как будто бы он справедлив. Хоть он знает, что он несправедлив. Нет, не вопрос стоит выбросить своего родственника, не поддержи. Но поддержи, но не делай его справедливым. Не надо поддерживать так, что он справедлив. Ислам, когда пришел посланник Аллаху, сказал «Помоги своему брату, будь он золим, несправедлив или справедлив». Сахабы сказали «О, как понять? Ну, как бы можно понять, когда человек, к нему несправедлив, мы должны помочь ему? А как помочь человеку, который несправедлив?» Посланник Аллаху отвечает «Останови его». Если ты видишь, что человек несправедлив, мы должны остановить его. Кто бы он не был, хоть даже твоя мать. Ислам не различает вопрос о справедливости «Это твой родственник или кто?» Кто бы он не был, мы должны быть справедливы, потому что это закон Всевышнего. Это не мои интересы, и это не твои интересы. Также у алама говорят, что в то время народ, арабы, они были мужественные. Шучаа была. Мужественность. На таком уровне, что человек, когда хотел проверить свою мужественность, он выходил с животными, как с львами или еще с кем-то. Если он хотел посмотреть, насколько он мужественный, он выходил вот так, как бы скажем, стражаться, проверить самого себя. Также у арабов было хорошее качество, а это щедрость. Последнее на стол ставили. То есть это была щедрость из хороших качеств. Также из хороших качеств у арабов было то, что они выполняли договора. Это является действительно величайшим плюсом, большим плюсом. Также из хороших качеств, а это то, что они могли ограничиться малым. Они не желали многого. Если мало есть, они терпели. Также у них был сабор, проявление терпения. Здесь к чему, братья? Эти качества, когда мы упоминаем то, что шуджаа смелость, щедрость, терпение, и мы замечаем, пророчество проходит в эту местность. То есть тем людям, которые должны будут потом в действительности терпеть, которые действительно должны будут потом воевать за слово Аллаха. Но обратим внимание, что пророчество пришло в такую местность. Это из плюсов, которые, почему именно туда пришло. Но мы будем говорить основные аспекты, почему было пророчество в Саудовской Аравии. Это опять же мы сейчас делаем вступление. Следующее положение в Саудовской Аравии, а это иртисады, а это экономическая сторона, в Саудовской Аравии. Что она собой из себя представляла? В Саудовской Аравии люди делились на две категории. Люди, которые бедуины, и люди, которые жили в городах. Бедуины, их занятие было большинство занимались скотом. И отсюда получается, они продавали молоко, мясо, шерсть. А те, которые находились в городах, у них было больше всего земледелие, посевом занимались, и также самое большее, а это тиджара. Занимались рынками, выезжали в путь, торговали. Это был один из самых основных. И даже, как некоторые, использовали корабли, чтобы заниматься торговлей. Я, братья, думаю, здесь остановимся. Просто сейчас мы будем заходить, и, наверное, в следующем уроке мы продолжим. На самом деле, мы не зашли в саму суть, а это почему было пророчество Саудовской Аравии, потому что это очень важный вопрос. Мы сделали всего лишь описали картинку, какое положение было в Саудовской Аравии и в мире, а потом какие основные принципы оля-ма упомянули, или те стороны, почему было пророчество Саудовской Аравии, не затронули. Их немало, и они очень важные, чтобы мы понимали ва-ка-ян, чтобы мы понимали местность, чтобы мы понимали фикх, в действительности, мудрость, получали с этого и пытались немного, хотя бы немножко связывать с сегодняшними днями. И на этом закончим, в следующем уроке, думаю, наверное, затронем эту тему более глубже. Ва-я-хру-да-а-вану, ва-хру-да-а-вану. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!